разворот на восток это в общем произошел не сегодня и не вчера это осознанная политика к этому готовились вы знаете инфраструктура развивалась и порты дальнего востока развивались транссип с бамом развивались и совместные проекты наши с казахстаном по на трансграничному перемещению товаров том числе транзиту китаю из китая в европу вот так далее и так далее то есть мы в общем и целом готовились действительно была наша политика что мы должны выходить на разные на разные рынки торговать с разными странами это подтверждается цифрами если мы посмотрим там за последние десятилетия у нас товарооборот увеличился с исламскими странами с восточными странами в том числе она в 1 7 раза и сейчас он превышает 110 миллиардов долларов растет объем взаимных инвестиций и со стороны исламских стран в россию и российские инвестиции тоже в исламские страны растет поэтому нет это 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 разворот который происходил начался достаточно давно да но конечно текущая ситуация подталкивает многие проекты которые реза реализовывались и обсуждались да чтобы их как можно быстрее либо заканчивать либо наоборот переходить уже что называется от слов к делу и вот мы сегодня в том числе много это обсуждали это касается и в первую очередь логистики север-юг в рамках которого ну по сути все и прикаспийские государства выход на иран и с ирана дальше там и пакистан и индии так далее вот и чем транспортный вот этот вот логистический большой проект хорош да там есть транскаспийский маршрут есть западный маршрут азербайджан иран есть восточный маршрут казахстан туркменистан иран и мы обсуждаем все эти маршруты и все страны заинтересованы и главное что грузов принципе грузы есть на все маршруты то есть каждый маршрут востребован безусловно это наша там интенсификация в том числе и взаимодействие по логистике из турции да мы тоже понимаем что мы открываем новые на новые маршруты здесь и действительно большой поток идет и традиционно большой поток который идет из турции теперь там есть часть еще и транзит как бы туда переключилась то есть по всем этим направлениям мы работаем у нас есть более того успешные уже наработки в рамках евразийского экономического союза нашего а вот это евразийский агроэкспресс в начале это был агроэкспресс узбекистан казахстан россия потом мы повторили опыт и даже где-то увеличение такое получили товарооборота с азербайджаном вот сегодня обсуждали что и туркменистан может подключиться к этому проекту интерес есть но все эти проекты они зависят от десятка решений конкретных конкретных должностных лиц чиновников бизнеса и так далее надо просто вот такие вот сами ты чем они хороши не помогает всегда подтолкнуть вот эти контакты то что ты в обычной жизни могут полгода делать да здесь там уже неделю договориться при подготовке здесь поставить точки двинуться дальше поэтому то что сегодня происходит и главное что это происходит уже в 13 раз и к и каждый год и масштабы растут вот это конечно очень важное событие в этом плане казань такую очень важную федеральную повестку что называется федеральную задачу выполняет которая важна для всех регионов страны поэтому конечно тут еще раз только слова благодарности коллегам которые проделать такую большую работу и действительно делают вклад вот в этот разворот на восток очень большой там есть несколько проектов серьезных как бы в том числе и с пакистаном да по поводу пакистанский поток и так далее они прорабатываются вот но наверное взаимодействия с востоком мы не должны ограничивать и с исламскими странами только нашей традиционной нефтегазовой тематикой хотя конечно это важно как бы да и здесь важно и то что вот эта сделка опек плюс до которая во многом жиждется на приверженности арабских стран да и действительно несмотря на внешнее давление мы это тоже понимаем да коллеги сохраняют в те договоренности да и привержены тем договоренностям которые были ранее достигнуты и мы действительно как бы это очень ценим вот но надо понимать что у нас очень много новых направлений взаимодействия в первую очередь это промышленная кооперация и у нас 10 ну широкий спектр проектов и на и в центральной азии на постсоветском пространстве а значит мы очень активно с казахстаном взаимодействием в рамках евразийского евразийского экономического союза с узбекистаном у нас очень много проектов с туркменистаном открываются тоже проекты по промкооперации но и не только до нас турции действительно очень сильные такие промышленные связи выстраиваются это было и до всех этих событий они нарастали сейчас это будет очевидно новый виток новый толчок на новый уровень выйдем египте у нас промышленная зона до которой мы тоже прикладываем усилия чтобы она заработала как должно вот и много достаточно таких вот идей потому что сейчас конечно мне кажется и другие страны видят что нельзя полагаться только на технологии там из из западных стран да надо диверсифицировать число поставщиков и мы понимаем что нам предстоит воссоздать какие-то технологии и лучше это делать сразу в кооперации вот благо за дело у нас но много по каким вопросам есть то есть я думаю что вот это вот сейчас переконфигурация скажем так мировой экономики внешнеэкономических связей инвестиционных связей вот и переосмысление очень многими странами ценностей в этом вопросе вот оно приведет к тому что наши наши кооперация наши действительно наши возможности в результате у всех возможностей увеличится знаете у нас достаточно много таких хороших уже инструментов взаимо отработано в первую очередь конечно особо экономические зоны и у нас здесь растет число резидентов в особых экономических зонах конечно значительная часть сосредоточенного освоя салабуга традиционно потому что татарстан специализировался и привлекал и активно работает с исламским миром но не только то есть это уже давно как бы перешагнула и и действительно по всей стране мы видим интерес резидентов а вот это наши прямые инвестиции арабских стран в проекты у нас и в том же в пулково да у нас есть определенные арабские инвестиции и арабских стран в цкаде ну по сути во всех крупных инфраструктурных проектах сейчас ну во многие да так или иначе арабские инвестиции и фонды заходили брали небольшие пакеты но проект стабильный доходность есть вот и мы уверены что интерес таким проектам точно вернется потому что в конечном итоге ну при текущей ситуации при нашей макроэкономической стабильности да и даже мы видим что вот все эти санкции и так далее в общем они не смогли поколебать на стабильность наших финансов нашу внутреннюю финансовую устойчивость интерес инвесторов он вернется и главное здесь будет то как мы себя ведем а мы себя мне кажется ведем предельно корректно мы защищаем все права собственности даже из вне зависимости до от странных происхождений к иностранным инвесторам из дружественных из недружественных стран мы относимся четко в рамках того правового поля которое у нас есть в стране вот и судебную защиту обеспечиваем и так далее в этом плане мы видим что но мягко говоря в тех же недружественных странах такого отношения нет да у нас лишены правовой защиты и наши инвестиции где наши граждане и наши компании оказались. Мы принципиально приняли для себя решение вести по-другому эту позицию, озвучил президент. Мы рыночная ценообразование как принцип сохраняем. Да, безусловно, где-то мы регулируем, но даже все инструменты, которые регулированы, мы применяем абсолютно рыночные, абсолютно соответствуют правилам ВТО. Значит, и все, что мы вводим, какие-то ограничения, это временные и так далее. То есть мы здесь плюс, мы в постоянном диалоге со странами Евразийского экономического союза, потому что все те же самые импортные пошлины, это наша наднациональная юрисдикция, мы вместе с ними вырабатываем и реализуем решения. Но опять-таки мы видим, что в некотором смысле даже Евразийский союз, он так у нас перезагрузился в каком-то смысле, другие скорости, другое общее понимание ситуации. И те решения, которые мы сейчас принимаем, они год назад казались просто невозможными, ни по глубине, ни по скорости, ни по взаимному влиянию, но мы с уважением очень относимся к экономикам друг друга, к рабочим местам, которые созданы, с пониманием, и поэтому идем навстречу друг другу. Вот поэтому мы здесь с точки зрения инвестиций, я абсолютно уверен, как бы укрепим только свои возможности, пройдя через все эти испытания. Вы знаете, во-первых, очень многие исламские страны на технологическом треке далеко продвинулись. Им есть, что предложить, да, мы с вами там про Турцию говорили, да, на самом деле и про другие страны, да, и про Объединенные Арабские Эмираты, и про Саудовскую Аравию, и про Узбекистан, да, про многие. Понимаете, вот практически в каждой стране есть какие-то элементы, где-то больше, где-то меньше, где-то может быть целую же отрасль и кластера, потому что страны достаточно активно привлекали инвестиции, за инвестициями шли технологии, за технологиями шло образование, да, и создались и кластеры технологические, научные и так далее. Но не секрет, что и коммуникации большие, не секрет, что и наши специалисты, да, значит, перебирались тоже активно в эти страны, поэтому должны просто использовать этот потенциал и дальше в рамках кооперации выстраивать. А главное, что вместе мы еще увеличиваем совместный рынок, ведь когда всегда договариваются об инвестициях, всегда сразу договариваются и о рынках, да, нам есть что предложить, это рынок России, это рынок Евразийского Союза, да, мы вместе, как бы у нас общий рынок, вот, и у арабских стран тоже, как правило, тоже в определенных торговых объединениях они всегда состоят, да, это тоже большие рынки, да, и сам мусульманский мир, это 14% мировой экономики и четверть населения, поэтому мира, да, поэтому это точно, точно гигантский рынок, гигантские возможности. Нам надо просто более активно с этим работать. Вот тут нам в каком-то смысле поворот, он до конца произойдет, когда не только логистика выстроится, не только товарные потоки, да, когда мы сами для себя, ну, переосмыслим, потому что все-таки многие бизнес, многие предприятия, да, ну, все последние 25-30 лет мы действительно больше, как бы, уделяли внимание, ну, вот в логистике, даже не в логистике, а в выстраивании производственных цепочек, да, ориентировались там, вот, нам было проще взять иногда в Европе, потому что ближе, потому что удобнее, ничего греха таить, да, ничего, пройдет время, быстро выстроимся, договоримся, новые коридоры, новые, это, поэтому потребует определенных усилий, но наш бизнес к этому готов, и, в общем, не то, что готов, да, он это активно, мы видим, уже делает. Да, безусловно, более того, очень многие арабские страны, исламский мир активно развивают зеленую экономику, инвестируют туда, это в первую очередь, конечно, солнце, да, это ветер, у нас есть предмет взаимных, взаимного интереса и взаимных инвестиций, это атомная энергия, она признана была, вы знаете, в конце прошлого года, ну, как бы, низкоуглеродной, да, вот, и мы понимаем, что за ней будущее, а мы здесь лидер, вот, поэтому мы активно ведем переговоры, ну, собственно, эти переговоры и проекты реализуем, да, и Бангладеш, значит, и Турция, и по Египту, ну, по многим направлениям сейчас ведутся переговоры и реализуются проекты, поэтому дальше это будем наращивать, это, безусловно, водород, то, что требует, ну, такой серьезной научной базы, и у России здесь есть точно заделы, вот, поэтому тоже будем предлагать, вот, ну, и, конечно, нам надо, вот, сегодняшняя повестка, она так несколько климатическую тематику в сторону сдвинула, но на самом деле она только обострит, с моей точки зрения, все эти вопросы, потому что сейчас многие страны, столкнувшись с таким ростом цен, там, на газ, на нефть, они вынуждены будут просто для того, чтобы поддержать экономику и благосостояние людей, перейти, там, к углюк там уже, да, то есть увеличить, соответственно, выбросы СО2, и вот эти вот санкционные давления на Россию, оно серьезно ухудшит климатическую ситуацию, но рано или поздно ситуацию надо будет выправлять, да, вот, потепление, это действительно глобальная угроза всему человечеству, поэтому здесь у нас, кроме как вариантов, с одной стороны, низкоуглеродной энергетики, а с другой стороны, развития поглощающей способности наших экосистем не будет, и здесь опять-таки России есть что предложить, да, грамотные технологии лесовосстановления, гигантская территория, которая способна существенно больше поглощать СО2, и здесь вот вопрос совместных проектов и взаимного признания, поэтому вот те треки, которые мы запустили, взаимное признание углеродных единиц, совместная реализация климатических проектов, мы ведь никуда не сворачиваем, если вы заметили, то мы ряд законов, которые там для бизнеса представляли какие-то, ну, новые требования, новое регулирование вводили и так далее, мы очень многое сдвинули. По климату мы договорились, что все-таки отчетность, она может там какие-то мелкие неприятности создает, но они очень мелкие по сравнению с тем, что мы потеряем, если мы будем сдвигать, как бы, да, все эти наши вопросы климатической повестки, поэтому мы полностью реализуем наш закон об ограничении выбросов парниковых газов, мы делаем подзаконку, подсахалинский эксперимент, уже под более жесткие системы квотирования, то есть мы ни в коем случае, вот под, даже с учетом текущих, там, проблем, новых задач и вызовов, да, мы вот эти вот все старые треки продолжаем, потому что они объективно задают принципиальное, но и стратегическое развитие страны.